Это вообще, смотри, вот видишь, какая жизнь под мостом, кровать под мостом, висят сумочки на стене. И всё, посмотри, и вся жилплощадь, всё, что есть, всё под мостом, вот такое общежитие, боже мой. Короче, правильно говорят, что если у вас есть крыша над головой, холодильник, в нём еда, вы уже и счастливый человек, а если ещё и здоровье... Главное, что ты доволен, да. Да, и главное, что ты доволен, потому что мы всё равно как-то хотим и ещё чего-то, и ещё чего-то. И часто неудовлетворённость отравляет нам жизнь. Неудовлетворённость тем, что есть у Лидла, у него Лидл, пакет из Лидла. Ничего себе. Ну, немецкие магазины, и там в Финляндии очень много Лидлов, хорошие магазинчики, мне нравятся, у них такие доступные цены. Когда в Финляндию ездили, мы всё время в Лидлы заходили, и там вечно какие-то скидки были. Смотри, этот дом уже достроен, чего он такой грязный. Те такие современные два дома. А этот какой-то... И вот с той стороны тоже современный, и дальше чистый, современный. Один этот какой-то гадкий утёнок среди чистых домов. Вот крайне симпатичный, да? Между балконами там какие-то лестницы, смотрю. Вот здесь, наверное, конечно, квартиры дорогущие. Есть идея, сколько может стоить? Нет? Как это район называется? Это, значит, Гукали-Роуд, рядом Лопарей. Угу. Это приличный райончик? Ну да, хороший, что-то. Угу. Тут как район, сама локация хорошая, да. Бывает такая, что часто, да, в Индии, что локация хорошая, а там есть и хорошие, и плохие, и такие старые, и новые дома. И красивые, и некрасивые, да? Угу. Здесь прямо вот в этом среднем доме. Там какие-то висячие сады у них. Вообще. Вот здесь вот. Сейчас вот эти бизнес-центры пойдут. Бизнес-центры, уже это другой, да, район бизнес-центров? Не тот, в котором же мы были. Не, нет, да. Не с той стороны. Все уже дорого, богато. И с этой стороны. Вот этот дом с зеленью какой-то. С садами прям. Своим правом, сад прям. Да, сад. Вот, наверное, здесь может быть это, автостоянка, мне кажется, вот эта круглая. Несколько уровней. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять этажей автостоянки. Короче, Мумбай, город контрастов. Посмотришь, да, такие небоскребы и где-то жизнь под мостом. Вот она, прямо-прямо вот напротив этих небоскребов. Вот она, жизнь под мостом. Вообще, это, конечно, поразительный контраст. Палладиум. Вы приехали? Сара. О, тут же у него это, что он думает, что я поеду. He asking about my sign, TMC, Танэ Муслипл Корпорейшн. Вот вы, говорит, мэм, работаете в Танэ, говорит. У меня же это Акиг работает там. А, у тебя там пропуск, да? Да, там пропуск. Понятно. И Толу мы бесплатно проезжали. А-а-а. Что, государственная же работа? Маленький донус. Да. Вот так просто. Платить постоянно где-то у сюда 5,40. У нас наверх-наверх, да? Да. По серпантину? Просто он неправильно поехал. А ты за ним? Он горает. Up to parking. Да, up to parking. С четвертого по седьмое. этажа, наверное. You are up. Четвертый. Ты на четвертом. И кругом реклама. Еда. Victoria's Secret. И вот какая-то стояночка. 4А наша стоянка, да. 4А4. Ну, пошли. Мал-энтри. Now open. О-о-о-о. I am in America now. Вот это да. 3А4. I get some money for my life. Citibank, да. Citibank. Вот это торговый комплекс. Большой. H&M. SAI. Service. Если вы видите охранников, там... Вы сильно не снимаете. Там все равно снимать можно. Хорошо. Как тебе Макдональдс? Ой. Макдональдс? Да у нас же нету места еще. Подожди, мы не растрясли. Но он трубачок. Аська. Не, пока не. Папа. Хорошо. Very nice place. Это далеко от нашего отеля? На такси это сколько? Не, а кильтри едет скоро. На такси. Макдональдс какой занятый вообще. Вы не займите, если что возьму? Кофе будет тебя? Нет, нет, я не буду кофе. Он кофе, да. Фонданчик с питьевой водой. В общем, я уже себе набрала. Папа? О, не, я не хочу, я воды себе взяла. Я не хочу кофе, я с утра очень много кофе пью. Ой, как не трансно, я привыкла к вашей карте. Да? Все. Я не поюсь раньше, я вообще... Что это? Что ты? Он или хахает тут, что-то. Что-то, что-то. Чин-чин. Чин-чин. Нет, не хочу. Нет, нет, водор. Жарко в аутсайде. Здесь хорошо. Ну что, ну вообще, свободных мест нет. Ну давай. Я просто очень сытая уже. Но, бас. Вивил гоу, да? Мы пойдем пошопимся немножко. Little bit shopping. Люкин, зыринг, лаппинг. Мы пойдем, да? Ты берешь. Хорошо, давай, ага. H&D можно сходить. Да хоть куда, давай сходим в несколько магазинчиков. Нужно будет убрать камеру, чтобы вот на входе. Убираем. Что это? Spirit of Bombay. Дух Бомбея. Это они как будто держатся. Все из шариков состоят. И вот их этот бомбейский поезд. Вот они все едут и так держатся, висят, смотрят в двери, да? С рюкзачками. Какая интересная инсталляция. Вот Gucci. Gucci. Victoria's Secret. А, точно, Gucci. Ну там, наверное, не поснимаешь особо-то? Нет. Тайфок нет, а внутри нет, конечно. Michael Force. А у тебя кто? На камере, что ли, снимают? Да. Gucci, скажи. Gucci. Я Dior, да. 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 Зимичу. Лондон. Зимичу. Лондон. Ну вот, Саши хотел чемодан. Из-за чемодана мы с ним сегодня с утра поругались. Геляна спрашивает, вы вообще уже не ругаетесь? Я говорю, так вот только. В 9 утра поругались, как по расписанию. Здравствуйте, не утихли у вас. Да что ты, что ты, только что тарелками не кидаемся. Раньше кидались тарелками в голову друг к другу. Все как положено. Ну подожди. Даже если не заходя, дай тарелочки посмотрю, сервизики. Не заходя, я как Золушка, с другой стороны посмотрю на бал. Можно зайти, конечно. Но я без камеры. Виллеры Виллеры Виллерой Энд Ботч 1748. Прованс. Я люблю Прованс. Пошли зайдем в этот магазин с тарелками. Тоже 4. 2. Это написано, что made in Germany. Что там? А, сколько стоит? Что стоит? Видите, классно? Посмотри, какие. Как мандала красивая, да? Иди сюда. Из чего они сделаны? Мы зашли, короче, посуду посмотреть. Там одна тарелочка 4 тысячи, супница 4 тысячи. И за нами ходит охранник. Вот там вот он, где он там сейчас ходит охранник. И увидел камеру у меня в руке. Она внизу болтается, я даже не снимаю, но он ее увидел. Говорит, а у вас камера, хорошая камера. Геляна говорит, а она блогер. Он говорит, а какой канал? Я ему, он дает телефон. Подписался. Подписался. Какая-то удачливая, ну, в плане, то ли энергия или что. Обычно, если что-то я снимаю, они меня сразу. Нельзя. Слушай, и вот так бегаешь за каждым. 95 тысяч человек уже отловило. Кого в шопинг-молле, кого еще где-то, кого охранника, кого таксиста подписала на себя. Представь, какой труд. Огромный. Да. И каждому говорю, подпишись. Раз спросил, подпишись. Я скоро поеду в деревню. У меня вообще вся косметика. Я сюда приезжаю один раз, может, в три месяца. Тогда пошли в косметику. Нельзя скоро. Ну, конечно, снимать. Конечно, на 30% дороже, чем было в России до Санкций. Но сейчас уже, ну, раньше было выгодно там покупать, да? В России, там, где-то. А сейчас уже, да, нет. А здесь уже, уже там такие цены, мне кажется. Он просто было видно, что он вышкаленный. Он вычислил камеру даже у меня в кулаке. Она была просто зажата внизу, вот так держала. Но он ее увидел. От меня вообще, по большому счету, никто не ожидает такого подвоха, что такая взрослая женщина вроде порядочная, полная. И бац, тебе блогер ходит тут, снимает камеру, прячет в кулачке. Кто от меня такого может ожидать? Тут шоколадки один раз покупала. Я уже такая купила в этом магазине. Рост шоколадок. Ну? И уже такая неудобно было возвращаться. По-моему, там за 1500 или за 2000. Да ты что! Ну-ка. Вот такая коробка 1500 или маленькая? Маленькая, там вообще что-то было. Шоколадочка. Что, заглянем? Инфаркт Микарда получим. Зашли, но на нас сразу вот такая... Я, по-моему, набрала, я думала, ну, может быть, максимально 500 будет стоить. Кому-то там подарок формировало. И взяла две пыльки. О, наформировала, да? Ну да, там такая небольшая шоколадка, 1300-1500. Сколько стоит? У нас сразу цена. Сколько стоит? Сколько? Китна, хаумач. Красивое. Махараджи. Да, для Махараджи и Махарани. Ну, опять же, тут только из-за стекла посмотреть, как Золушка на бал. Как можно зайти? Не, зайти-то можно, но камеру-то не достать. Я только их снизу видела, посмотри. Это уже другие. А, это в другом месте? Это мы были там, мы смотрели, а это здесь уже. А это как будто грузовик такой едет. Да, да, да. Мы потом подойдем к нему? Да. Сверху посмотрели. О, какая прелесть. А его снять-то можно на фотоаппарат? Да, мне все можно. Еще можно скрипкой играть, музыка. Вон три девушки-блондинки, наверное, русские. Смотри, швейная машиночка. У нас тоже декорируют таким. Да, красиво. Брукс Брадерс. Какие-то братья. И главное, удержать себя в руках и ничего не покупать. Потому что я пока что даже не расхламилась. Пошли. Здесь очень приятно, да, такой нежный, приятный запах. Зоя и Тата Продукшн. Вот эти все золото-бриллианты были, опять же, той прекрасной семьи Тата, которая машины выпускает. Это филиал, да, от Тата Продукшн? Нет, но они, видимо, получается так. Они выпускают не только чай-машины, металл, сталь и все такое. А еще, видимо, и украшения. А чего им делать-то реплей? Приезжают сюда, на паркинг-плейс, там, смотришь, там, Феррари, Массейс, такие классные. И здесь они тоже не такие вот, как я, голодранки. Ходят у них целая куча сумок разных, Диоры, там все такое набравши, уже пошопились. А я только лаппинг, зыринг, даже еще не лаппинг. Ну что, они ходили за нами просто толпами. Я, как голодранец, понюхала четыре парфюма и сбежала от них. Геляна купила каких-то. А они сами приглашали вам парфюмы или вы сами? Нет, я просто подошла, я люблю Жадоре нюхать. Она мне один, второй, третий, четвертый. И в итоге так и ходила, не отходила от меня. Но там, я не знаю, там человек двадцать просто. В Индии всегда заходишь куда-то, один квадратный метр, если кто-то с ультана. Да. Это же невыгодно, их же нужно содержать как-то. Через минут пятнадцать Геляна опомнилась и говорит, «А что вы не снимаете? Я уже привыкла». Я говорю, Гелена, я себя чувствую вообще. Не меня снимать, а там мало ли. Ассортимент, да? Ассортимент, да. Я говорю, наверное, они... Для вашего контента. Нет, я очень это... Растерялась, когда такая... Я еще же слышу, все равно ведь некоторые слова, понимаешь, я слышу, что они нас обсуждают с тобой, понимаешь? Особенно меня. Анти, говорят, анти. Типа... Типа лохушка. Анти тут, что она вообще тут делает? Наоборот, для них белая кожа. А? Что, два раза дороже. Да. Может быть. Томми Хельфигер. А тебе какого мнения, Ирина? Ну, я услышала же, что они анти-анти там. Ну, надо сразу на себе мнение такое. Я? Да. Да. То есть, кто это замовы лучшего? И все... Вот смотри, ты хотела Саре. Я здесь писала, что, наверное, все они бешеные. 30-40 тысяч. Пойдемте в другой магазин. Ну, я бы, конечно, тоже на 1-0 меньше. А лучше на 2-0 меньше. От 30-40 тысяч. Какая красота! Золотая корова. Спирит ов Бомбей. Ну, тоже. Дух Бомбея. Где? Там продукция такая, Мароккан Бойл. Салон и спа. Всякие керастаз, Мароккан Бойл. Так это можно спа на дому. Ой, на дому. Тут прямо спа сделать. Тут, короче, Мумбаи. Можно, у кого деньги есть, тут живут и миллионеры, и которые люди живут. И средний класс, и люди, которые под мостом. То есть, очень высокий контраст был. Мумбаи – город контрастов. Приезжай, трать на кучи Диор, Шанель. Ну, на сколько ты потратилась-то? У меня получилось сколько там? Это недорого. Я масочки купила. Роуз-водер из Форест Эссеншн. Мне кажется, это очень нравится Форест Эссеншн. Это из натуральных ингредиентов. И катоновые диски. Вот это. Мне просто, понимаешь, чтобы расслабиться, мне надо стоять и думать. Тупо думать, рассматривать в одиночку. Кстати, буквально. Очень дорогое, если что. Для вот подвесных. Один крем стоит, я не знаю, сколько. Сколько? Точно не знаю, но дорогой. Надо было спросить. Может, спросим, сколько один крем. Но я без камеры. Сейчас уберу, потом уж поверьте мне. Какой мы спросим? Любой, да? Первый попавшийся, да? Вот этот. Давай я спрошу вот этот. Он хочет служащим позвонить, которые обслуживают. Это 20 тысяч, вот этот крем. Вот этот 20. Это тестер. А, нет, это не тестер. Вот тестер. Давай хоть потрогаем за 20 тысяч-то. Мазнем. Вот я что и хотела мазнуть. Мазни мне тоже. А, как баттер, да, сделан. Ну, как масло, да, как баттер. Но это тестер. Без отдушек. Сколько граф? Ну, я слышала там, он очень хороший, дорогой, люксовый. Ну, как тебе за 20 тысяч? Слушай, ну, вообще запаха нет совершенно. А тушке никакой нет. Вон, как руки увлажнились. Ну, такое впечатление, что вот как масло. Просто обычное масло. Обычным маслом помазала. Как будто баттер какой-то, макадамия, что-нибудь такое. Да. Ну, 20 тысяч. Вот, Forest Ascension. Forest Ascension. Аэропортический, натуральный компонент. Мне он прям нравится. Да. Вернее, они из аэропортических, из натуральных, из растительных компонентов. Угу. Как вам, Ирина, торговый центр? Хороший такой, да, симпатичный, современный. Похож на нашу галерею немного. Ну, вот еще открытые площадки такие интересные. Мне понравилось. Ой, как похож. Я уж не знаю, сейчас там галерея, что там осталось в галерее. Наверное, много чего осталось, но много чего и исчезло из этих брендов. Распродажа там была H&M. Супермаркет, видите, на третьем этаже, футбол. И что там? Один авокадо стоит 750 рублей. Это, это типа супермаркет? Одна капуста, качан капусты, стоит 250 рублей. Мама дорогая. Ты там закупалась? Нет, я просто купила швельцарскую шоколадку. Просто хотела. Люкинг, зыринг и лапинг. Что-нибудь когда захочется такого экзотики? Типа экзотика в Энде – это все, что для нас не экзотика, для россиян. Там какой-нибудь сыр, гауда, пармезан. Гауда. Не остановил. Пока еще, пока еще никто не остановил. Я одела шапку-невидимку, невидимку мысленную. О, посмотри. Мне кажется, фото-партии только через вас многие узнали. Ну, наверное. Смотри, у них даже там какой-то этот телевизор, якобы машина мчится-мчится в русском поле. Ой, какие красавчики-то. А чего они такие красивые? Тоже спирит ов Бомбей? Транзит. Да, по-пустому. Тут вообще, допустим, поставим эту выставку, она в неделю стоит. А вообще, куда потом это все? Я думала, это постоянно здесь. Это временно? Ну, как же здорово. Кто же додумался до такого, как интересно из каких-то шариков сделать душу Бомбея? Да. Спасибо. 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 Спасибо.